Красной нитью на форуме проходит тема организации внутреннего российского и въездного туризмов. Что успешно влияет на их развитие, а что препятствует процветанию. Способы продвижения турпродукта участники СИФТ искали на деловых встречах и переговорах, семинарах и мастер-классах. Озвучены были и проблемы, в том числе с транспортным сообщением. Выход из ситуации – создание региональной авиации, уверены специалисты. Город Сочи, он предложен как один из транспортных хабов. И, естественно, это говорит о том, что с разных региональных центров здесь планируется авиационное сообщение. Естественно, что это увеличит турпоток. В принципе, чтобы сделать город Сочи круглогодичным курортом, чтобы внедрить программу «Открытый юг», мы, по большому счету, с огромными делегациями, с презентациями возможностей курорта Сочи посетили 3-4 региона. И именно эти регионы сегодня дают основных наших туристов. Это говорит о том, что региональные связи, они просто необходимы сегодня, их необходимо продолжать даже в ручном режиме. Отдельная тема для Сочи и Краснодарского края в целом – это разработка пакетных туров. Срок посещения города-курорта должен стартовать от одного дня. И это вполне реально, подчеркивает министр курорта в Кубани. В том же Сочи турист может не только загорать, а приехать сюда с определенной целью. К примеру, на событийное мероприятие, коих в городе три сотни за год. Мы вместе с Крымом сейчас ведем работу над тем, чтобы два региона комплексно предлагали продукт посещения, в том числе и от недели до двух. Самое главное, что это комплексно заключается и в перелете, и в проживании, обеспечении питания, трансферов и дополнительных услуг, таких, как посещение объектов туристического показа, таких, как посещение событийных мероприятий, туристических маршрутов межрегиональных. Он уже сегодня демонстрирует свою эффективность. Проект, который был инициирован губернатором в Крыму на экономическом форуме, сегодня является одним из самых привлекательных в России. И коллеги из Федерального агентства по туризму, и лично Олег Петрович Сафонов, поддержал и включил в 10 приоритетных проектов, ориентированных именно на въездной туризм. Тренд года следующего – это получение эмоций у туристов. Они хотят впечатления не только на качественный сервис, но и, конечно, яркий эмоциональный фон. Для нас это задача номер один. В первый же день форума Сочи подписал соглашение о сотрудничестве в туристической отрасли с Ялтой. Будем перенимать передовой опыт, который есть уже у Сочи. Так что у нас немножко, мы отстаем немножко от развития туристической отрасли. Сочи и Ялта – это всегда два города, которые у всех людей на слуху. Поэтому мы только партнеры. Никакой конкуренции между нами нет. У каждого города своя прелесть. Сегодня же достигнута и договоренность об организации реабилитации космонавтов России на курортах Краснодарского края. Стартует пилотный проект в Сочи. Соглашение подписали министр курортов края и руководитель Национального центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. И сегодня, когда инфраструктура Краснодарского края, Сочи в первую очередь, она настолько развелась, что по отдельным позициям, я бы сказал, лучше, чем то, что нам предлагают зарубежные партнеры и так далее. И мы решили все это систематизировать, узаконить и упорядочить. Мы практически завершили разработку программы, когда мы и часть элементов подготовки космонавтов будем проводить здесь, на этой инфраструктуре. Космонавты изъявили желание здесь быть, находиться. Со следующего года санаторно-курортное лечение точно будет, и реабилитация точно будет. Мы не будем в очень долгий ящик все это откладывать. Но наше присутствие со следующего года здесь, в этом регионе, будет более масштабным. Мы планируем расширять эти горизонты, включать лучшие объекты, лучшие здравницы. Геленджика, Анапы, Туапсинского района. Возможно, даже и Тимрюкский будем подключать в следующем этапе. Поэтому здесь возможности есть для всех. Это, собственно говоря, конкурентное поле, и все, кто соответствует, и все, кто будут интересны для центра подготовки, могут быть задействованы в этом проекте. В целом, Сочи в этом году уже принял 5 миллионов 700 тысяч туристов. Но, несмотря на высокий показатель, потенциал у курорта еще есть, отмечает глава города Анатолий Пахомов. И обращает внимание партнеров на Адлерский район, в частности, Эмеритинскую долину и Красную поляну. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.